Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы с ним задаёте. Суть вопроса в том, что у автора есть партнёр, с которым она находится в отношениях. И так случилось, что партнёр в командировке, а автор, проснувшись на третий день, вдруг осознаёт, что не испытывает к ней больше той любви, которая была. Испытывает только дружескую любовь. Ну и, соответственно, вопрос, как такое возможно? На протяжении недели сходит с ума автор вопроса. Не понимает, что теперь делать. В голове полный кавардак. Говорит о том, что хочет чувствовать тоже, что и раньше к ней. И не хочет терять, значит, соответственно, как друга. Ну вот. Не хочется разговаривать сердце. И спрашивает, подскажите, что могло послужить причиной и как теперь быть. На самом деле, максимально не определенный вопрос, потому что послужить причиной могло быть, послужить причиной могло вообще все что угодно. Вообще все что угодно. Что угодно из вашей истории, все что угодно из вашего характера, все что угодно из особенностей вашего взаимоотношения. Ваших взаимоотношений с партнером. Поэтому сказать так вот, что могло послужить причиной, наверное, нельзя сейчас. Можно только предполагать. Вот. Предполагать не очень хорошая идея, потому что предположение, по большому счету, замещение реальности. То есть, ну, допустим, если я буду предполагать, то я просто буду какими-то своими догадками, своими мыслями замещать то, что на самом деле есть. Поэтому лучше бы здесь пообщаться с вами и выяснить, что конкретно могло произойти. Вот. Но именно резкость перемены чувств свидетельствует об импринте. То есть, когда человек для другого представляется в виде такого яркого цельного образа, вызывающего сильные эмоции. При этом важно отметить, что не сам человек вызывает эмоции, а именно образ. Это, ну, вот, импринт, импринт, это, вот, почему некоторые люди любят определенный запах, определенный аромат. Например, аромат сирени, вот. Потому что он у них с чем-то ассоциируется. И вызывает у них определенное состояние. Ну, это состояние, которое они испытывали тогда, когда вот первый раз, например, с этим ароматом познакомились. То есть, грубо говоря, человек был на подъеме, человек был в состоянии эйфории. Услышен сильный, яркий аромат сирени. И с тех пор запах сирени вызывает у него такое чувство, ну, похожее немножечко на эйфорию. Понятно, ну, понятное дело, что это не эйфория. Вот, но что-то похожее есть. Вот это, это феномен импринта. И вот то, что вы описываете, очень похоже на этот феномен. Я сейчас говорю специально об исключительно механике. Я говорю об исключительно функциональном аспекте. Я говорю о процессе и использую здесь феноменологические категории для того, чтобы вы понимали, что я не хочу объяснять причину, по которым это произошло. Ведь вы говорите о том, что у вас были ссоры, бывают ссоры, но редкие. Вы не можете друг на друга злиться, что вы сразу миритесь. И в известной степени это хорошо, конечно. Но, понимаете, как бы злость возникает не на пустом месте. То есть, вообще говоря, злиться нормально. Потому что люди, находясь в отношениях, так или иначе, взаимодействуют между собой посредством личных границ своих. И поскольку люди бывают в разном состоянии, находятся под воздействием многих факторов, то эти самые личные границы могут, конечно, тоже нарушаться. И злость нужна. Да, её нужно адекватно выражать, не деструктивно. Злость необходима. И когда вы говорите, что я не могу злиться, это наводит на мысль о том, что конфликты, может быть, у вас ни к чему не приводят. То есть, мы поссорились, потом мы помирились, и всё. Конфликт не решён. И в этом смысле нерешённость конфликта может рождать ощущение несвободы. И просто в купе с тем, что вы боитесь потерять партнёра, в купе, ну вот это образует более-менее такую цельную картинку. Как будто бы вы боитесь одиночества. То есть, человек, который боится одиночества, боится одиночества. Благают, что только сильное чувство с его стороны и со стороны партнёра способно обеспечить, как бы, ну вот стопроцентную гарантию того, что он будет в отношении. При этом чувства не являются постоянными. Они меняются. Чувства могут быть, ну, в целом, разными по интенсивности, по длительности, по восприятию и по ощущению. И то, что вы описываете, вообще говоря, похоже на страсть. Страсть действительно может быть проходит. И страсть очень часто проходит, как раз таки, когда объект страсти исчезает из поля зрения. Страсть проходит. И человеку, который боится одиночества, начинает казаться, что всё, он не любит. Это показывает поверхностное такое знание себя, поверхностное знание своих эмоций. Грубо говоря, низкий уровень эмоционального интеллекта, повторюсь, эмоционального интеллекта. Вот. Я бы предложил здесь посмотреть на то, что ещё вы чувствуете к своему партнёру. Например, если партнёр дорог вам как друг, то кто знает, может быть, именно это является в данном случае неплохим таким основанием для любви. Только проблема здесь заключается в том, что, ну, вот, вы будете это отсекать, вы будете говорить, что это не любовь, вы будете говорить, что это, ну, как бы, не те чувства и вообще, как бы, ну, должны вы испытывать там что-то другое. Вот. То есть, здесь главное, важно понять следующее. Что? Чувства. Страх потери. Страх потери чувств. Это про страх одиночества. Это, соответственно, уже внутренний конфликт. И, кто знает, может быть, вы как раз таки не можете злиться на своего партнёра именно по той простой причине, что боитесь, что вот я буду злиться, я буду высказывать что-то, я буду выражать что-то. Человек возьмёт и от меня уйдёт. Например. Не обязательно, что это прям так, но, например. Например. Поэтому, я бы предложил посмотреть на то, вот, как у вас с отношением и восприятием себя дела обстоят. Как теперь быть? Да никак не быть. То есть, вот, я думаю, что пусть ваш партнёр вернётся сначала. Вот. Когда вернётся, уже можно будет смотреть. Лично я думаю, что когда он вернётся, ваше чувство скорее всего появится, но не в таком объёме. Скорее всего, ваше чувство появится немножко в качественно другом виде. Вот. И функционально, если у вас чувства как-то изменились, значит, вы сейчас смотрите на своего партнёра немножко по-другому. То есть, ну, под другим углом, скажем так. Это хорошо. Вы начинаете видеть его более полно. Возможно, идеализация, основанная на страсте, здесь идёт на снижение. Это процесс естественный. И здесь очень важно быть открытым к всему новому. То есть, вы можете заметить, что вам в партнёре что-то не нравится. Вы можете заметить, что вам в себе что-то не нравится. То есть, будьте открыты к тому, что с вами, ну, к тому, что с вами будет происходить. Это позволит вам более полно проживать то, чем вы сейчас столкнулись. Понятно, что нельзя себя заставить любить. Понятно, что нельзя себя заставить что-то чувствовать. Поэтому, дабы вы себя не мучили вопросом, как быть, я бы поработал вот со страхом одиночества, как бы скорее всего вас есть. Ну, или страх быть брошенным в данном случае. Вот. Как-то так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Пусть апреля. Пусть апреля и аг kol Stephenetas. Экономия лет flor. Как ни про tops, возьмет исчезamię.